Советы. Как снизить давление народными средствами? Я хочу вам сказать, что к здоровью очень много дорог. Но какой из них выбрать, если мы не знаем, от чего у нас давление? Я начну уже с гипертоников, которые знают, от чего у них давление, от чего у нас давление. Мы, как говорится, всегда вооружены. Мы принимаем таблетки на протяжении, допустим, кое-кто принимал на протяжении 20 лет. Это по одной таблеточке утром от давления. Но иной раз случается такой хороший-хороший криз, где давление повышается до 200 и выше. И эта таблеточка нам не поможет. Нам нужны другие таблетки. То есть это как бы народная медицина. Народная медицина, конечно. Но в таком случае нужно прибегнуть к чему-то очень-очень такому вооружению хорошему. То есть есть таблетки, сейчас ближе вам покажут эти таблетки, которые находятся у меня всегда. Кстати, у меня очень много таких маленьких сумочек. И куда бы я ни шла, куда бы я ни ехала, просто на час или на два, или на целый день, у меня в тех сумочках лежат такие маленькие красивые коробочки. И вот в этих коробочках у меня лежат вот эти таблетки первой помощи. Вы у меня спрашивали, какие таблетки я принимала от давления ежедневно. Это лизиноприл. Это Болгария, это, по-моему, Германия. Препараты скорой помощи. Вот в этих красивых таких коробочках я всегда ношу несколько таблеток валерьяночки. Тоже, кстати, болгарская валерьяночка. Затем Кораллмент и Коринфар. Вот эти таблеточки. И я всегда там по одной, по две штучки таких вот маленьких коробочек ношу с собой. Итак, у нас давление. На руке манжетка. Обязательно давление измеряется. И манжетку не снимаем. Каким бы препаратом мы не пользовались, то ли препаратами скорой помощи, то ли препаратами народной медицины, что бы мы ни делали, самое простое, нужно измерять давление. То есть под контролем давления. Через как же 5-10, максимум 15 минут, 15 минут, даже много, нужно измерять давление. Почему? Потому что препараты скорой помощи, они на той скорой помощи, что давление может резко упасть. Поэтому самостоятельно лучше начинать не с целой таблеточки, а даже с четвертинки, с половинки. То есть если не знаете, то лучше к этому не касаться. Обязательно должен будет врач. Потом, давление бывает вот таким простым, простейшим причинам. Так что это? Я вам скажу, что в принципе от этого у нас и давление, и инфаркты, и все остальные заболевания, такие очень серьезные инсульты. Это от стресса. Сильнейший стресс. Мы не умеем переносить. Бывает, это не то, что неприятность, это действительно бывает стресс, который не забывается ни временем, ни годами. И перенести его очень и очень сложно, и очень тяжело. И вот этот стресс бьет. Повышенное, повышенное давление. Это в случае особый. Простейший стресс, если вы знаете, что вам кто-то испортил настроение, и кто-то отругал, и чем-то вы очень и очень недовольны, то лучше это в голову не брать. Но если вы уже в голову взяли, то начать снимать давление, вы уже померили, там оно зашкалило, допустим, 160 и 170, это довольно высокое давление, но вы с ним еще можете справиться сами. Значит, начинаем с самого-самого простого. У нас есть уши, массируем уши. Ой, массируем уши. И снялась серегу, видите, как. Не помогло, да? Тут не помогло. Что дальше можно сделать? В доме всегда должна быть валерьянка, пустырник и боярышник. Вот эти вот три препарата, они очень тоже хороши, когда есть дома. В принципе, это вы считаете, что как народная медицина, потому что это все можно сделать самостоятельно, эти настоечки. И ту же валерьяночку можно тоже приготовить самостоятельно. Но в таких случаях можно взять, если у вас давление такое умеренное, максимум три таблеточки валерьяночки, одну чайную ложку боярышника, одну чайную ложку пустырника, но если нет пустырника, то достаточно и боярышника. На полстакана водички, сюда чайную ложечку, и водичку выпили, и действительно помогает. Это мягко-мягко очень действует, и, допустим, минут через 15-20 становится легче. Вам легче уже морально, потому что тут стресс такой, как бы все улеглось, и таким образом уже давление может понизиться. Если есть возможность снять стресс, при этом такое невысокое давление, то, конечно, прогулка. Особо, конечно, эта прогулка хороша тем, у кого есть возможность жить в море. Вот морское плавание, морское просто купание, просто войти в морскую воду, окунуться с головой, потом на солнышко выйти, прогуляться, давление можно сбить. Такой вот в пределах нормы, как я говорю, до 180-170 верхней. Ну, а если бы дома, и этого всего нету, у нас есть ванная. Можно принять ванную, но ванная должна быть не горячая, 37-38 градусов, плюс, конечно. И ванная должна быть соленая. Не жалейте соли, делайте соленую ванну. Это где-то на ванную по пачке соли. Но не хотите вы, нет у вас ванны, сделайте ванночки для рук, для ног. Опустите кисти рук, кисти ног, опустите, опять-таки, в соленую ванночку. То есть наливаете воду теплую, не ледяную, хотя можно и ледяной тоже водой пользоваться. Ну, возьмите теплую и делайте опять на литр воды где-то столовая ложка соли. Ну, возьмите меньше, пусть будет меньше соли, если нет. И опустите, и бывает, это помогает и снижается давление. Это очень хороший способ. Потом, дыхание. Ну, нет никаких возможностей, но вспомнили, что он еще правильно подышает. и как правильно подышать. Значит, принимайте удобное положение в полусиди, в полулежа, сзади подушка, голова повыше, одна рука, ничего не немножко мне на манжетке мешает, одна рука на животе, другая на груди. Ну, не можете так по-другому и старайтесь дышать животом. Значит, делаем глубокий, очень глубокий, но очень медленный вдох на один, два, три, четыре, пять. Затем делаем медленный, медленный выдох на один, два, три, четыре, пять. Пауза один, два, три. В эту паузу мы не дышим. И опять вдох, выдох вот таким медленным. Тоже испытала на себе. Тоже это имеет смысл. Такое легкое, такое приятное упражнение. Кто умеет массировать затылок, шею. Пожалуйста, иной раз тоже этот способ помогает. Иногда спазм сосудов тоже вызывает высокое давление или наоборот высокое давление вызывает спазм. Ну тут я уже не знаю, я не врач, не могу на этот вопрос четко ответить, но я знаю, что такое спазм сосудов и знаю, что такое тут давление. И что можно сделать? Конечно, есть спазмолитики, если есть спазмолитики, пейте на здоровье, но мы же, а что народного такого? Чай. Мне лично всегда помогал крепкий чай, крепкий черный чай, ложка сахара и чайная ложечка коньяка. Это все размешивается, пьется маленькими глоточками и буквально в течение 20-30 минут голова светлая, ничего не болит, и все классно, и все хорошо. А можно 100 грамм коньяка? 100 грамм коньяка, но если здоровье позволяет, то 100 грамм можно, даже 200 грамм можно, если позволяет здоровье. Мне здоровье не позволяло. Я с лечебной целью пила чайную ложечку. Тут мне оператор забил голову этим коньяком. Я хочу напомнить, что постоянно измеряйте давление, что бы вы ни делали, и в чаевой территории измеряйте давление, чтобы резко оно, не дай бог, не упало, потому что будет еще хуже. Если было 200, а станет 100, то, ой, не дай бог. Так что аккуратно. Но я же забыла сказать, у меня стоит мята, я выращиваю мяту, вот в этом году опять, но она пока еще маленькая, но я же снимаю и ем, ем эту мяту, пью, я делаю чай с мятой. Теплый чай с мятой, не теплый, а горячковатый, чай должен быть такой, горячий чай. Жалко, что я сейчас сахар не употребляю, а если туда еще сахар добавят, то вообще это кайф, и тоже очень хорошо, потому что мята, она так это послаблюще снимает давление, невысокое давление. Потом, я вам скажу, холодные процедуры, я эти процедуры холодные очень-очень уважаю, особенно когда на улице жара, особенно когда я иду на прогулку, кто что берет, а я беру вот такую замороженную воду в морозильной камере, у меня это всегда. Но если у вас давление, то можно, в принципе, ну все что есть в морозильной камере, потому что как теплые ванночки, так точно и холодные ванночки, они понижают давление. Я не знаю почему, но вот когда вот их вот эту бутылку, бутылку там и так разминаешь, а я же показываю, смотри, вот так вот ее просто любуешься, разминаешь, да, и прикладываешь, особенно, в этом месте где у нас проходят сон и артерии, особенно в жаркую погоду, это я тоже на себе испытала и знаю, что это помогает, вот все вот эти, когда я помню, я ехала в электричке, жарень страшнейшая, вот эти бутылки, меня просто спасали, бутылки с ледяной водой, потом, был еще такой случай у меня в жизни, шли мы по Дерибасовской, я чувствую, что вот сейчас у меня, у меня часто были сердечные приступы, я хорошо знаю, что такое сердечный приступ, чувствую, вот сейчас это, так это еще, через несколько минут это случится, и вот что меня помогло и что меня спасло, есть такой напиток мохито, там это, может быть реклама, может быть не реклама, но там что, много льда, мне положили очень много льда, вот она, мята, там мне дали двойную дозу мяты, и что еще, и там лайма, правильно это называется, и вот я тихонечко выпила, один бокал, второй бокал, маленькими глоточками, и где-то в течение получаса я уже своими силами могла пойти, своими ножками, могла пойти дальше гулять, так что вот такие маленькие советы от меня, но есть еще очень хороший совет, опять-таки, когда вы дома, хорошо, если есть хоть кто-то, если никого нет, то, конечно, очень тяжело одному справиться, но если есть кто-то дома, то уже намного проще, намного легче, это бутылки, уже бутылки с горячей водой, но горячая не кипяток, а такая терпимая горячая вода, делаете то же самое, давление, что на затылок, одна бутылка идет на затылок, две бутылки идут, чем больше бутылок, тем лучше, идут под коленки, кладете их, но не буду я сейчас себя поднимать ногу, то есть под коленки кладете, зажимаете, ну, если у вас высокое давление, то вы, в принципе, ложитесь и лежите, там уже не до того, как сесть, когда просто легла, да и все, и можно и сюда ставить эти бутылки тоже, то есть чем больше, тем лучше, но если у вас только две, то одну под шею, а одну, ну, как сказать, подкладываете под одно колено, под другое давление, горячая вода, опять, типа, видимо, действует тех горячих ванночек, и у вас давление падает, не забывайте, измерять его, обязательно, но если вы сами не можете, то есть подержали, допустим, там, пять, максимум десять минут, и в сторону, чувствуете, что давление еще высокое, да, опять подержали, и в сторону, но не забывайте вызывать скорую помощь, вот такие вот маленькие советы, я вам скажу, что, может быть, не дай Господь, но иногда они пригодятся, не обязательно быть гипертоником, потому что сейчас такое время, все какие-то взвинченные, вот заводные, что пойдешь, ну, с тобой я не хожу в магазин, да, так это, ну, те же соседи бывают, ну, друг с другом сцепились, просто из-за мелочей, так вот старайтесь, когда на все смотреть с юмором, даже многие вот пишут, я знаю, и там и пишут комментарии, пусть они заводят сами себя, ну, вот у них такая разрядка, а у нас должна быть другая разрядка, воспринимать все с юмором, потому что есть что-то намного дороже в этой жизни, чем вот это стресс, иной раз и не из-за чего, ну, чувствуете, что, назревая такая обстановка, сможем сейчас вот заругаетесь, что-то он не так сделал, или, ну, ну, пойди на улицу погуляй, пройдись, побегай, попрыгай, и, какое у тебя давление, мой дорогой? А если постоянно давление? Какое? 135-140. Вот, 135-140. Что делать? Повышенное давление. Что утром, что днем. Что утром, что днем постоянно. 135 на, это нормальное давление, если старику за 70. Это нормальное давление, тебя хочу успокоить при всем людском народе, чтобы ты знал. Вот когда, конечно, 120 на 70, на 80, уже это будет исключение, это тяжело. Но есть, наверное, такие строки с таким давлением. А 130-135, это считается. Я такого возраста, может, я сшиваюсь, исправьте меня, но это давление нормально. А вот, когда будут 180, не дай бог 200, о, тогда бейте тревогу. Так это, ну, опять я заболталась, опять я заговорилась. В общем, я вам желаю всем крепкого здоровья. И, невзирая на то, есть у вас давление, нет у вас давления, изредка вы его меряете. Потому что, есть же давление происходит, то есть, протекает бессимптомно, ни голова не болит, ни какая-то маленькая слабость. Померя это, йо-моё, ого-го, значит, неспроста так, да. А если уже болит, голова и бьет, так это по всему там затылку, так это крепко-крепко, тем более нужно измерить давление и узнать причину, от чего, от чего и почему. Я всем желаю здоровья, крепчайшего здоровья, улыбайтесь, никаких стрессов, ни на что дурное не обращайте внимания. Жизнь, вот она, солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья. Живите и наслаждайтесь этим всем. Всем пока, всех целую, обнимаю, здоровья.